По состоянию на 12 октября 2020 года в Одесской области зарегистрировано 16 тысяч случаев, 767 коронавирусной болезни, подтвержденные методом ПЦР. Инфографика представлена на слайде. Ситуация по Одессе. В городе зарегистрировано 7253 случая коронавирусной болезни, из которых 219 пациентов находятся на стационарном лечении в городской инфекционной клинической больнице. Все жители города Одессы. 97 пациентов находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, без ЭВЛ. 8 пациентов на СИПАПе. У 114 пациентов в состоянии средней тяжести. В выздорове от коронавирусной болезни зарегистрировано 4 317 человек. Процент выздоровления в городе на сегодня составляет 59,5%, по Украине 43,5%. По состоянию на 12 октября в городских лечебных учреждениях на стационарном лечении находятся 583 пациента с пневмонией. В инфекционной больнице находятся 305 пациентов с пневмонией. В ГКБ 5, 141 пациент с пневмонией. 2795 пациентов с COVID и жителей города проходят лечение на дому, находятся на самоизоляции. Проводится регулярное контрольное тестирование всех пациентов. Летальных случаев по учреждениям города 114, по области 250. Рост заболеваемости COVID и госпитализация в инфекционную больницу приведены на слайдах. Сводка по различным методикам диагностики COVID. ИФА тестов 33 471. Из них иммуноглобулины М 20 881, положительных результатов 1099. Иммуноглобулины G 12 590, положительных 831. ПЦР тестов 21 441. 17-го восьмого по настоящее время студентам проведено 6 120 тестов. Городская студенческая поликлиника провела 4065 тестирований, КП ЦСМД 12 – 2055 тестирований. 102 студента, у 102 студентов обнаружен положительный тест ИФА. Они все на самоизоляции, в изоляторах общежитий. 9 студентов отказались и поехали обследоваться по месту жительства. 102 студентам с положительным ИФА проведено ПЦР исследование. У 94 лиц не выявлено положительного теста ПЦР. 8 студентов ожидают обследования ПЦР и находятся на самоизоляции по месту жительства. Выздоровелось с начала эпидемии 3017 пациентов. Продолжают болеть с пневмонией и находятся на амбулаторном лечении в первичных центрах. В настоящее время 1326 пациентов. Наибольшее количество болеющих в Приморском районе – 551. Во втором центре – 459 больных. В двенадцатом центре – 53. В четырнадцатом – 59. В Суворовском районе – 321 больной. В пятом центре – 106 больных. В седьмом – 59. В восемнадцатом – 56. В восьмом – 100 больных. В Киевском районе – 273 больных. В третьем центре – 146. В четвертом – 127. В Малиновском районе – 201 больной. В десятом – 49. В шестнадцатом – 152 больных с пневмонией. В системе здравоохранения города развернуто всего 3545 коек, из которых в родильных домах – 600. В детских больницах – 360. В домах ребенка – 205. В взрослых больницах – 1960 коек. В инфекционной больнице – 420. Согласно нормативным документам, под ковид подлежит развернувание 30% коечного фонда, в который не входят койки родильных домов, детских больных и домов ребенка. Таким образом, из 2380 коек под ковид в городских учреждениях здравоохранения развернуто 714 коек. По состоянию на 12 число развернуто 360 плюс 12 реанимационных в инфекционной больнице, 100 плюс 6 реанимационных в пятой больнице, 24 плюс 6 реанимационных в первой городской больнице, 60 плюс 15 реанимационных в десятой городской больнице, 50 плюс 4 реанимационных во втором родильном доме, 69 плюс 6 реанимационных в детской третьей больнице. Всего под ковид для взрослых уже развернуто 583 койки. Из них 39 реанимационных. В инфекционной больнице готовится к развертыванию 30 коек. В городской больнице номер 1 50 коек, в том числе реанимационных. Ведутся работы по развертыванию 90 коек в городской больнице номер 8. Итого у нас получится 795 коек. А надо 705. 714. Да, у нас развернуто сейчас 705. Значит, таким образом в городе будет развернута расчетная потребность под ковидные коек. То есть мы выполняем 30% норму? Да. Даже если мы введем 8 больницу, то у нас будет больше. Значит, в учреждениях здравоохранения прошли лечение. В инфекционной больнице 2510 пациентов, в том числе 59 детей. В первой больнице 35 пациентов и в пятой больнице 1051 пациент. В настоящее время в больницах Одессы развернуто 189 коек с подключением к системе централизованного кислородообеспечения. В инфекционной больнице 46, в первой 20, в пятой 26, в десятой 15, в одиннадцатой 40, в третьей детской 20, во втором роддоме 22. Ведутся работы, как я уже сказала, по подготовке 50 койко-мест, в том числе 10 интенсивной терапии в первой больнице. В свою очередь ведутся работы по проектированию, модернизации системы центрального кислородообеспечения в десятой больнице. Установка криоцилиндра там запланирована. Также монтажа централизованной системы кислородообеспечения с подключением 45 койко-мест для восьмой городской больницы. Там было проведено рабочее совещание. Сергей Григорьевич и Светлана Николаевна посетили больницу, на месте посмотрели все возможные моменты, обсудили. И в настоящий момент готовятся задания. И УКС тоже присутствовал, они будут выполнять эти работы. В связи с прекращением поставок жидкого кислорода для нужд утверждений здравоохранения Одессы, в первую очередь инфекционной больнице со стороны снабжающей организации, были проведены переговоры с производителем «Линдегаз Украины» и начата процедура заключения нового договора. Договор будет заключен сегодня по инфекционной больнице. Все учреждения здравоохранения, которые определены для госпитализации пациентов с острой респираторной болезнью, обеспечены жидким и газообразным кислородом. Во втором родильном доме размещают женщин с COVID и подозрением на COVID. Подтвержденный COVID у шести пациенток, все жительницы города, плюс восемь пневмоний и подозрения на COVID. В третьей больнице размещают детей с подозрением на COVID. Всего находится 16 детей с COVID. Продолжают работу пять городских мобильных бригад Центра неотложной помощи для проведения на дому тестирования на COVID-19. Бригадами за весь период проведено 8 568 тестирований. За последнюю неделю было взято ПЦР-тестов 369. По состоянию на 12 число с начала карантина под наблюдением семейных врачей в Центрах первичной медико-санитарной помощи передано 6 008 человек, из которых закончили наблюдение 4620 человек. За последнюю неделю 470. По состоянию на 7-10 за счет бюджетных средств города по отрасли здравоохранения расходы на мероприятия по борьбе с коронавирусной болезнью составили 213,1 миллиона гривен. В том числе поощрительные выплаты медицинских работников за 6,5 месяцев с 13 марта из бюджетов всех уровней, а также средств НСЗУ были назначены и выплатены в 6 учреждениях. Городская инфекционная клиническая больница, городская больница 10, 5, детская городская клиническая больница 3, дом номер 2, городской центр неотложной помощи. В общей сумме 65 миллионов 173,3 тысячи гривен. Из них за счет средств государственного бюджета за марк и средства НСЗУ 28 миллионов 451 тысяча гривен. Из областного бюджета 12 миллионов 626 тысяч гривен. Из бюджета Одессы 24 миллиона 96 тысяч гривен. Это за март? Нет, это за все время. Приобретение средств индивидуальной защиты из запланированной сигнования в общей сумме 18,6 миллиона гривен освоено 14,9 миллионов гривен. Кроме того, получены средства защиты за счет собственных средств предприятий поступления других юридических лиц на общую сумму 23,5 миллиона гривен. В целом расходы по отрасли на эти мероприятия составили 38,4 миллиона гривен. С учетом собранных денег? Да. 23,5 собранных денег? Да, это привлеченные. На обеспечение лекарственными средствами направлено 56,4 миллиона гривен бюджетных средств. Из запланированных на эти цели 63,7 миллиона. Это все в ходе 213 миллиона? Да, да. Чтобы люди нас слышали, я понимаю. Получено лекарственных препаратов от частных предприятий и физических лиц на 1,8 миллиона гривен. В целом медицинскими предприятиями города получены медикаменты на общую сумму 64,5 миллиона гривен. Медицинское оборудование, необходимое в процессе лечения больных с коронавирусной болезнью, закуплено за счет бюджета на общую сумму 85,2 миллиона гривен. Из предусмотренных на эти цели 127,5 миллиона гривен. От частных предпринимателей, физических лиц из-за собственных средств предприятий поставлено оборудование на 28,1 миллиона гривен. Всего коммунальными некоммерческими предприятиями города получено оборудование на сумму 113,3 миллиона гривен. На дезинфекцию помещений транспорта городских больниц и центра неотложной медицинской помощи, работающих в условиях особо опасной инфекции, проведены расходы в общей сумме 1,128,000 гривен. Для проведения ИФА-диагностики установленным контингентом населения были приобретены 390 наборов ИФА. Быстрых тестов, мы их уже израсходовали практически 10 тысяч. В настоящее время существует проблема с госпитализацией и своевременным переводом больных из городской больницы номер 5, инфекционной больницы, в связи с задержками в получении ПЦР-результатов из лабораторного центра МОЗ Украины. Количество мест для увеличения продолжает развертываться новые отделения в больницах, однако официальные прогнозы неблагоприятные. Предполагается значительное увеличение заболевших. Требует поддержки вся система здравоохранения и медицинские работники в особенности. Хочу поблагодарить всех волонтеров неравнодушных, которые помогают в это сложное время и надеемся на вашу поддержку в будущем. Также хочу обратиться к средствам массовой информации. К общественникам, которые размещают в сети неправдивую информацию, тем самым сеют панику среди населения. Например, в сети была размещена фотография с ссылкой на критическую ситуацию по госпитализации с ковидом больных. А на фото была сделана фотография в Луцке. В Луцке сообщили, что заминирована больница и начали вывозить всех больных. Там такая фотография, что лежат люди на носилках, вокруг них куча стоит народа и написано под этим, что вот этих больных не госпитализируют в Одессе. Также распространяется недостоверная информация об отсутствии свободных мест и кислорода в больницах, что не соответствует действительности и вызывает панику среди населения. Мониторинг свободных мест в наших больницах ежедневно проводится и предоставляется СМИ. Также я хочу обратиться к жителям города по соблюдению противоэпидемических мероприятий, особенно что касается социальной дистанции, ношения масок и дезинфекции рук. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.